Вот такая морозобоина. Теперь больших трудов будет стоить спасти это дерево. Что нужно сделать в данном случае? Дереву еще можно помочь. Острым чистым ножом зачищаем всю отслоившуюся кору. Промываем раствором 1% бордовской жидкости. Просушиваем и замазываем рану садовым варом. Я нашла для себя нечто лучшее, чем садовый вар. Вот такую пасту, ран нет, который очень хорошо размазывается даже в холодную погоду, без всякого разогрева. После того, как рана заполнена, нужно побелить ствол, чтобы история не повторилась. Переходим к другому пациенту. Здесь ситуация очень сложная. Кора отошла полностью, а без коры нет жизни дереву, так как именно под ней все питательные вещества поднимаются в крону. Такая же ситуация может возникнуть у вас, если зимой зайцы или мыши объели кору. Сорт очень хороший, и даже с такой серьезной проблемой можно за яблонку побороться. Листья на дереве были до конца сезона, значит, крона еще не погибла. Но погибнет в следующем году. Сразу срезаем несколько веток для прививки или перепрививки. Нам они понадобятся весной, и их нужно сохранить. Оборачиваем в чуть влажный мох или ткань, в целлофановый пакет и убираем до весны в холодильник. Лучше всего брать ветки именно этого сорта, так как при прививке отторжения не произойдет. Есть несколько вариантов спасения в данном случае. Все основные работы будем проводить весной, но подготовиться к ним нужно с осени. Можно сделать так называемые мостики. Привить веточки так, чтобы кора до и после раны были соединены. По этим мостикам сок от корня сможет пойти к кроне, и дерево будет жить. Как это делаем? Если ниже раны есть ветки, то можно задействовать их. Если нет, то воспользуемся хорошим побегом с яблони. На нем не должно быть плодовых почек. Острым стерильным ножом делаем косые срезы на ветке, длину которой отмеряем заранее. На стволе до и после раны делаем подрезы коры и в них вставляем нашу ветку. Срезами к стволу забинтовываем специальной пленкой и прикрываем белой тканью. Перевязку через какое-то время можно будет снять. Другой способ реанимировать безнадежное дерево это перепривить его. Отпилим весной всю верхнюю часть, оставив пенек со здоровой корой и привьем за кору новые веточки с этого дерева, чтобы сохранить сорт. Ну или любой другой. Вот рядом растет дерево, которое было реанимировано после того, как убежавший соседский кролик объел всю кору по кругу. Прививка прижилась, все нормально, прошло много лет, яблони плодоносят. Недостаток у дерева, конечно, есть. Ветки растут слишком низко от земли. Ну, так уж распорядился кролик. Зато первый урожай собрали на несколько лет раньше, чем если бы посадили на это место новое дерево, так как корень был уже хорошо развит и дерево быстро выросло. Да и сорт на этом дереве не один, а два. Можно было привить хоть десять, кому как нравится. Но если вам повезло и кора повреждена над местом прививки, то можно просто спилить яблоню и замазать рану садовым варом. Пойдут новые ветки. Все ветки, которые будут отрастать выше прививки, культурные, и из них можно будет сформировать новую крону. Лучше всего это делать так. Выбрать самую сильную и перевязать к убитому рядом колу. Это будет основа новой яблони. Все остальные ветки удалить. Яблоня на взрослом корне очень быстро вырастет и начнет давать урожай. Если вам совсем не повезло, кора отошла или ее объели до самого низа, то отпиливаем дерево на уровне земли и ждем, когда вырастет поросль. К ней потом будем прививать новые ветки. В любом случае, сохраненный корень это большое дело. Но это все впереди весной, а сейчас нужно постараться сохранить яблоню до весны живой, чтобы оголенная древесина не засохла и кора еще больше не повредилась. Так что закрываем оголенные части замазкой или садовым варом, белим и оставляем до весны.